Ни с того, ни с сего, волна страха какая-то. Они мне приснились, мы были друзьями. Как они живут. Я их убил. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Меня зовут Киселёв Максим Викторович, мне 31 год. Я изучал именно до Фрейда, про афобию и психоанализ, теория бессознательного. Мне сама эта тема интересна, потому что у меня в бессознательном состоянии совершено. Я помню, как распивалось пятно, потом как драться начал. Очнулся уже. Я просто нож держал в руках. А передо мной человек лежал, короче, просто. Ну, я нож взял ему в шею, воткнул. И всё. А он оказался живой. Просто спал, короче. Ну, вырубился. Я когда его вырубил табуретку. Ну, нож вытащил потом, он, короче, задёргался. И всё, я... Когда нож вытаскивал, у меня кровь брызнула. Брызнула, короче, с него на ботинок и на носок попал, и на тряков, короче. Потом уже, когда я в себя пришёл, там шесть трупов лежало. Шесть человек... Ну, убил я шесть человек. Там одна женщина была, остальные мужиков было всё. Я давал их, короче, это, скидывать, ну, в одну кучу. Там пацан был, ему десять, что ли, лет, или одиннадцать было. Ну, я не знаю, там, как. Ну, походу, я его убивал не так, чтобы... Он же, как бы, угрозу не представлял правильно. Походу, я его как свидетель убрал. Ну, да, наверное. Вот, единственное, наверное, за это я только и раскаиваюсь. Не за них, не за кого, только, наверное, за ребёнка. ЗВУЧИТ ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Прямо по коридору. Человека убить не сложно, сложно жить с этим. Я помню все свои преступления. Это и есть самое главное наказание. Анализ своего прошлого, своих поступков. Меня зовут Тимиров Тимур. Пожизненно заключенный. Раз в сутки, полтора часа у меня есть возможность гулять, смотреть на небо, на солнце, находиться на солнце. Дышать свежим отбуком. Ну я думаю о воле. Каждый человек рождается с определенными способностями. Вот я, например, я считаю так на данный момент, что я родился с преступными способностями. Я считаю, что Россия в 90-х, это было как Чикаго в 30-х. Просто ввели боевые действия. Тимур. На тот момент в больших городах, если люди присутствовали на каких-либо встречах со спортивными большими сумками, это ты должен знать, что там лежит автомат Калашникова. Один человек с другой преступной группировки оскорбил меня. С той стороны были люди, и с этой стороны, и с моей стороны были мои знакомые. Я молча достал пистолет. Кстати, я сказал, ты готов извиниться? Он достал нож и начал угрожать мне. Я молча достал пистолет, выстрелил ему в туловище и два раза в голову. Вот он делает это каждый по-своему. Эпизоды, доказанные судом, что я убивал людей с контрольным выстрелом в голову. Я стрелял два раза за ухо. Приговор у меня вменено 4 убийства. Но мне ни одно заказное убийство не вменено, не доказано. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, здесь условия содержания очень жесткие. Находясь здесь, понимая, что ты никогда не выйдешь на волю. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ В ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вы уже нахvious! Вы уже начинали плениться. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Г‌rons of Strength Уплым Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такое отвращение к нему Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok За 26 лет Кого-то я здесь жалел, что ни за что сидит, но такого не было Какие жуткие преступления они совершили, какие жуткие Держи, вот так Здравствуйте, поднимайся Повернулся Как дела? Заявление Ну все, до свидания До свидания Очень тяжело, конечно, человеку просто в клетку, по большому счету, да, вот так жить 25 лет Бывают и такие случаи, по людей просто срывают крышу, в кавычку Я, Дадашов Субхан, являюсь начальником федерального казенного учреждения исправительной колонии номер 56 Часть Давыдов Закиров Ларионов Исупов Галинов Сологуб Парлов Бармей Часть Самый опасный преступник, если взят по России, отбывает уголовное наказание здесь Мазалов Матвеев Матвеев Палиманов И террористы есть, и маньяки есть, и убийцы, середины, насильники Палиманов Я могу смело сказать, что на сегодняшний день в нашем подразделении, в колонии, то есть невинно осужденных нет Все они виноваты Я никого не жалею Для меня только смертный оказ Внимание голове! Раз! Два! Здравствуйте, Юрий Рожаев! Шершнев Иосифов Заворохин Чугунов Мистахудинов Курбанбаев Душинин Лысенко Сулейманов Бармин Василий Анатольевич Курбанбаев Указ президента Выстреляли Так, честно Ну, избавили от всех вот этих мук, всех переживаний Отсидеть 25 лет и сказать, это неприятное ощущение Даже такому, как мне Я осужденный Еремлеев Владимир Иванович Я не убивал людей, нормальных людей Я убивал негодяев Всего я отсидел Из 62 лет 40 с лишним лет В местах решения свободы Я отсидел больше всех Так, слева по одному будет Чуды Мы работаем, чтобы все осужденные были накормлены Среди осужденные уже не способны на какие-то проступки Голодный — это все. Человек не родился преступником, правильно говорил Макаренко? Все мы хватим. Это правильно. Преступник — просто становится человеком. Я на путь преступления встал тогда, когда был голос в стране. Когда у меня дома две сестренки и брат грызли деревяшки. Не было ничего жрать. Я убил женщину ножом. Патронов жалко было. На моих руках много крови. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В большей степени тут психология играет роль. Время здесь... Вот обывателю показалось бы, ну что вот, закрой его в четыре стены и продержи его сутки. И для него эти сутки вечностью покажутся. Человек, который находится на воле, у него очень много событий откладывается в памяти, в подсознании, которое происходит у него, по мелочам. Он поехал туда-сюда, встретился с тем или иным человеком, разные лица мелькают, разные пейзажи мелькают у него за день. Все это у него откладывается в подсознании. И у него день насыщенный. А здесь лица одни и те же. И в основном пустота. Исходя из этого, на психологии время летит очень быстро. День пролетает как час, а неделя как день. Это полностью подтверждает теория Эйнштейна, что время величина и относительнее. Оно для каждых людей, когда они находятся в той или иной ситуации, течет по-разному. У меня время незаметно пролетает. Бывает порой, что мне не хватает времени. Сколько часов в день я в камере? 24 часа. Ну, если на прогулки не хожу. Если на прогулки хожу, то полтора часа на прогулки, а остальное все время в камере не хожусь. В принципе, здесь на воле такие же перспективы, как и здесь с ума сойти. Все зависит же от человека, а не от камеры, правильно? Все зависит от чего в голове у человека. Вот здесь в камере, вот, ну, отлеться как-то. Место здесь хватает, я вот стою, начинаю тусоваться. И часто, как бы, ухожу в аутизм, да? И строю, как бы, там, у себя такую жизнь, знаете, иллюзорную, там, ну, как бы. Внутренний мир сам себе расписываю. Ну, он приятнее, чем реальность жестокая. Я часто задаю вопрос. Как ты столько отсидел и не сошел с ума? А я ей не говорю, что я не сошел с ума. Все, кто отсидел один-два раза, они все уже сумасшедшие. Нарушена психика, нарушено восприятие. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот из этой категории, 80 человек, одна треть с ума сойдет точно. Отсидеть в таких условиях может человек очень сильный, духом, отсюда только выезжает на погост. Еще никого не освободили. Некоторые надеются, пишут Европейский суд по правам человека, все в ожиданиях. Поверьте, это просто испытывает иллюзия. Вот там где-то, я вот порой вызываешь, ты беседуешь, а что ты пишешь туда-то, что? Этот человек, когда тон в море, да, хватается за соломник, думаешь, что спасет. Тут то же самое еще. Так, ну и сколько, как время прошло здесь, 16 лет? Думаю, что на пользу. На пользу, ну и быстро, да, наверное? Ну, я как бы с 18 лет сижу, и мне сейчас уже 34 года. Первая поездка, когда, будучи лейтенантом, я сюда приезжал с женой, едем, едем. Она единственный вопрос мне задала. Почему все мы едем и едем в лес, встречного транспорта нет? Я никогда не видел этих лесов, даже понять не имел, что такое. Считайте, 24 года мне было, когда я сюда приехал. 24, а сейчас 50. Вот это немаленький срок. Даже если именовцы, помилованные, 25, а у меня уже 26. Это интересно, так ведь? Это, конечно, шутка. Ну, они-то как бы по приговору, а я по договору. Мне был вынесен пожизненный приговор по суду. Преступления я свои все признаю. Я убил одного коммерсанта. Я его застрелил на бегу с двух пистолетов, с двух рук. Ну, чтобы не дать им никаких шансов выжить. Другой случай. Я убил охранника. Он стрелял в меня. Я получил ранение. Я стрелял в него. Да, я считаю это наказанием, правильно. Мне повезло очень с женой. С 16 лет я. Я 16 лет женился. У меня в 18 лет родился сын. Пять лет я не виделся с сыном. И он мне однажды написал одно такое предложение в своем письме. Папа, я не такой, как ты, я другой. Ты прости меня за это. Я этим все понял, что нет никакой опасности, что он меня романтизирует. Сын у меня другой. Я занимаюсь, работаю на нефтяном бизнесе. Вот так я говорил в своей семье. Сын у меня. Я салин, но я ищу. Я считаю в своей семье. Это очень ищу. Я не знаю. что он говорил. Мы этого не знали. Я его так давно знаю, что для меня это все как-то не укладывается в голове, что это мог совершить именно он. Пять лет я не видела его. Меня зовут Тимирова Влада. Я жена Тимирова Тимура. На свидание мы едем вместе с сыном. Дорога у нас примерно 60 часов. Для того, чтобы посмотреть на человека, поговорить с ним всего 4 часа. В этом году у нас будет 25 лет со дня свадьбы. Я была Джульеттой, а он был Ромео. Видеть его будет тяжело. Вы уже приехали? Да. Да. Страшно. Тихо. 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 У меня послезавтра приедет жена и сын, которых я не видел пять лет С того момента, как я узнал, прошли сутки Когда ты чего-либо ожидаешь, ты постоянно, время останавливается Они для меня очень долго тянутся Я заметил такой парадокс у людей Они не ценят того, что имеют в жизни, пока не потеряют Фамилия? Темирова Темирова? Да, Темирова Вот, пожалуйста, паспорт, посмотри Телефоны выключаете? Ага, давайте Здравствуй, Иван Здравствуй, Иван Здравствуй, Иван Я тоже Здравствуй Вы не изменили за эти пять лет Так же с красными людьми Я не верю своим глазом Согласен Да Как добрались? Нормально Нормально У нас все хорошо Ну, поэтому все тебе передают привет, все тебе так хорошо говорят, все тебя помнят И рады, что мы едем к тебе Ты не плачь Не плачь, не плачь Я тоже успокоилась Успокойся Все нормально Ты такая же красивая Я тебя очень люблю Время тоже Я знаю, сейчас-то думаю, насколько мне повезло с тобой, что я тебя встретил уже И время остановилось, пока я вас ждал Что сказать, я не знаю Вроде, перед тем, как сюда прийти, думал, о чем разговаривать, и бери темы для разговора Все мысли пропали, потому что эмоции переполняют меня, вот и вся ситуация Мама как чувствует себя? Ну, мама сказала, что она будет столько жить, сколько нужно для того, чтобы тебя дождаться Ладно, я дам сына пока, трубочка Здравствуйте Хорошо вы, Миша? Благодарю Ты тоже неплохо Ты возмужал, стал мужчиной больше Я рад тебя видеть Я благодарен тебе, что приехал, проведу тебя Я не могу пустить такую возможность Ты не помню, свечу Видишь как Помнишь, когда мы с тобой последний раз виделись? Да, я помню Да, помню, прекрасно Как будто как вчера с Артемом тоже вспоминали Рисуют очень много, интересуются И когда мы созванивались И когда мы созванивались Я бы хотел вас, если бы мне маму приняли И все же, если бы мне было Не хватило Ну, сын у нас какой вырос, смотри Ну, мы же родные люди Мы воспринимаем такие, какие мы есть Мы одна кровь У нас есть свои достоинства и недостатки Мы любим друг друга Это самое главное Мы это чувствуем И все Знаешь, сейчас приду У меня там на крыльях летать буду Не знаю, что со мной будет Ладно, дорогой Я люблю тебя, дай руку Я люблю Я люблю тебя Береги маму Я люблю тебя Дай Бог здоровья нам Берегите Всегда Законяйте все Пойдем Увидимся Спасибо До свидания Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как правило, в столовых они пользуются только своей посудой. В бытность Чурбанова пытались везти, сломать. В 70-х годах пытались это сделать, чтобы все ели с одних мисок. Результат, это ни для кого не секрет, во многих колониях, в десятках, сотнях колоний были убийства. Но есть еще категория осужденных, которые так называемые активные гомосексуалисты, которые добровольно идут. Их называют в зоне рабочими петухами. То есть они за чай, за курева вступают в половой контакт с осужденными. Это не секрет. Сам-то я чисто про себя говорю. Чисто я по воле такой человек. Я такой и родился, меня тянет наклонности к мужчинам. Подходит человек, мужик, подходит к нему, ну что, пойдем с тобой туда сходим. И он смело идет, без всяких задних мыслей идет, соглашается. Они этим зарабатывают. Где-то заварку, где-то там пачку сигарет они найдут. На воле я даже вот, честно скажу, не задумываюсь об этом. И куда вот мне идти? Я-то сам не знаю, куда мне сейчас идти. Как бы вам сказать, то, что я уже в эту жизнь как бы впился, она для меня как бы, ну, второй дом. Я как-то уже привыкну. Вот какой и есть, такой и есть. Я тебе, Вась, я тебе сегодня буду писать письмо на красивом листике. Ты его почитаешь, и все мои поздравления получишь через неделю. Вы какие молодцы, что вы мне позвонили. Юля, ты мне обязательно пиши большие и длинные письма о том, как вы там, как ты на работу ездишь, и как вы с Васей все успеваете. Ой, Юля, это какой. Слушай, он мне таким здоровым кажется. Мне кажется, он был, мне кажется, он был у нас меньше. Ох, Васька, здорово! А что ж ему на день рождения-то тебе подарили? Я получаю письмо совершенно от незнакомой девушки. Я получаю письмо совершенно от незнакомой девушки. Дело в том, она не просто так мне написала, что вот... Она написала из-за того, что у нее было несчастье, ее убили отца. И она сама была изнасилована в 14 лет. Вот просто узнать такого человека, который вот совершает преступление, убийство там, изнасилование... Вот она хотела просто понять вот это. И вот у нас такая переписка с ней пошла. Мы переписывали с ней почти 6 лет. В дружбу перешло. Я жене своей сделал предложение, и она согласилась, да? Первый раз она приехала уже почти 11 лет тому назад. Вот. Сейчас у нас уже с ней двое, мальчик и девочка. Мальчику уже 7 лет. В этом году в школу пойдет. А девочке 5 лет. 5 лет. Своих собственных детей я еще ни разу не видел. Еще не приезжали. Убила? 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы в петлю залезть, я гнал себя от этих мыслей Вскрыть вены себе, кровь выпустить, ну как-то самоубийством Где закончить, я гнал от себя эти мысли Потому что я знал, что надо как-то добиваться Ну как говорится, Бог терпел и навелел Имя мое Альберт Рябинин Вот, из двадцати пяти лет я отбыл девятнадцать с половиной Вот, за умышленное убийство Ну, в общем, как бы, не желая их ни смерти, они Не сложно об этом сейчас говорить, понимаете Столько лет прошло, я уже как бы смирился со всем этим На тот момент мне был двадцать один год Ну, это, ну, работал я на муниципальном, как бы, предприятии На кладбище, вот, смотрителем Ну, и там со сторожами тоже Хотели выпить Слава за словом, передрались Ну, в общем, четыре человека Кого ножом, кого рукой Ну, а потом прочувствовал На своей школе, что такое содержание пожизненное Вот, я был в другой колонии Ну, просто Просто избивались за то, что это есть Без причины Там Неудачная ситуация просто сложилась Ну, я их просто выплюнул Часть зубов и все Благодаря той администрации Свобода для меня, это, во-первых, внук, как бы, внутренний мир Игорь, я туда все поставил У меня дочь рослая, внук растет С ними я виделся в последний раз в 95-м году Вы понимаете, что это такое Вот, пожалуйста, вот моя дочь Я с 95-го года ее не видел Вот такая она у меня стала Взрослая Замужем А такая она была, я в последний раз ее видел Маленькая Это был 95-й год Это был 95-й год Вот это вот мой внук у меня растет Периодически Пишет письма Ну, сами понимаете Супруга столько лет дать не будет А ребенок, ребенок ни при чем Ребенок есть ребенок Самое-самое главное, как бы, правило Попадая в такие условия, не опускать руки Я не знаю Попадая в такой Внук Уже Попадая в крючок Миколед Попадая в 100-й год КОНЕЦ 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 Я узнал, за неделю узнал, что моя мама приедет, но... КОНЕЦ Я ее не видел в 5 лет. И тогда, в день перед убийством, когда я поехал, она просила, чтобы я не пил, держался в руках. А я послушался ее, и просто как бы напился и убил людей. Я просто не могу себе представить, как я уйду, сяду и посмотрю ее в глаза и буду разговаривать. Смогу ли я вообще? Ну и, может, это меня и пугает, потому что самое... Единственное, вернее, что у меня в жизни есть, это просто мама, больше у меня никого вообще не существует. Ну и, в то же время, я думаю, все простила, но она меня не простила. КОНЕЦ 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 Как ты думаешь, сколько километров мы проехали? Ну, приблизительно около 8 тысяч километров. Четыре часа свидания и пройди такой путь 8 тысяч километров. 8 тысяч километров. Угу. Расстояния не имеет значения. Когда я думаю о Максиме, то есть черты вот лица, вот телосложение его, как я его запомнила, как он выходил последний раз из дома. Когда он выходил из дома, он обычно говорил, пока, мам. А тут он вышел из дома, и он мне сказал, ну, прощай. Я вот закрывала, и за ним дверь у меня даже сначала, как бы я вот это вот, почему прощай. Когда я узнала, какой вынесли приговор, не могла понять, как можно жить. Многие сочувствовали. А кто-то просто с издевкой говорил, смотрите, мать идет зэка, убийца. Главное только сдерживаться, чтобы он не видел слезы. Успокойся, все нормально. Думаешь, что мы сейчас это слегка... Он сейчас тоже весь на нервах. Лышки стоят. Угу. Похоже, уже подъехали. Я так думаю, что у меня больше не будет такой возможности поехать и вот специально, чтобы приехать и увидеть, потому что это все очень дорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет! Привет! Да успокойся, что-то плачешь, нормально уже все. Что молчишь? Встань хоть, я посмотрю. Да я нормально ничего. Нормально ничего. Да я смотрю, зубов нету, на лицо худеет стал, подбородок осунул. Да я целом, когда задерживали, вышибли все, повышибали. Похудели. Вернее, пообломали, а здесь уже я выдернул. Меня когда задерживали, уже брякнули хорошенько. Я там неделю кое-что призме перележал. И что там нового вообще все видишь? Ничего. А про землетрясение, что у нас было, тоже по телевизору смотрят? Ну, а так я стараюсь все новости с телевизора брать. Новости сейчас, как бы, опасается. Моей там грязи много. Насилие, разврат там, педофилов, это куча целых стало. Я бы их сам уничтожал бы. Вот выпустили бы меня на свободу, сказали, что это? Будешь народным мстителям педофилов давить об склобуду? Так офигенно. Согласился бы. А как ты говорила, помнишь, говорит, не пей. Выпили. Ну, и все. Теперь вот здесь. Очень так не стоит плакать. Надо смеяться, наоборот. Смех жизнь продливает, а слез выбивает, наоборот. Ко всей ситуации надо относиться с позитивным. Позитивным. И так вот глядишь, лет через два встретимся. А сам ты слезы тоже сдерживаешь? Видно же, в комоках жалуется. Ладно, сын, все за мамой. Давай, мой дед, я люблю. Давай, мой счастливый. Мам, не надо, не расстраивайся. Мам, давай. Не расстраивайся, мам. Я слезу. Я слегка говорю. Я тебя ц smashed? Я не знал. Я к тебе, не жалу. Я не срегу. Я тебя, не срегу. Я вам срегу. Ой, вот это, мол. Я, мальчику, ладно? Я к тебе. Я тебя всё. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Страх свободы, да. Единственное, знаете, какая у меня мечта? Ну, хотя бы освободиться, чтобы меня похоронили там, где у меня родственники лежат. Как бы там, ну, свое место, я там родился, на моей корне. Как бы теплее там вот могили лежать, чем здесь на чужбине. Да, считаю ли я, что для общества опасен, да? Я в этом уверен даже, просто. Потому что выпустил меня сейчас на свободу. Я вижу, как красиво люди живут, да? И мне тоже охота будет красиво жить. Я никогда не работал. Ну, устроился на работу. Месяц, два, три проработаю. Ага, это плохо лежит, сворую, там, или выпил, там, не сдержался, убил опять кого-то. Раз убил, значит, второй раз убьешь. Какие жуткие преступления они совершили. Кого мы здесь перевоспитали? Вот даже элементарно, вот, чудином сидели. Сколько женщин? Восемь, да, убитых. Женщин в лес водили, до того зажрались, с ружей стреляют. И он стрелял, кайфовал с компанией. Вообще, я за то, что все-таки оставили бы смертный казнь. Может, кто-то не поймет, который никогда не сталкивался. И даже в глаза не смотрю эти убийцы. Для меня только смертный казнь. На волю можно так сказать, если выразиться. Валконечно, я был слепой. А сейчас у меня открылись глаза. Вода и все. Я стал другим. Но другим не так, чтобы я там исправился или что-то. Мне нет. Я другим в духовном смысле стал. Мне очень нравится философия. Именно философия стоиков, древнегреческих. Сократа, Платона, Плотина. Помогает переживать те трудные моменты в моей душе, которые происходят периодически. Ну, я думаю, что проще было бы, если был бы, например, расстрел. У тебя выстрелили в голову, выключился свет. И нет этого постоянного самоедства, анализа своего прошлого, понимания, что ты жестоко поступил со своей семьей. В большей степени я бы даже хотел попросить прощения всех тех людей, кому я принес столько горя. вот это в большей степени поклониться им просто и сказать, простите меня. Вот я убил, как я могу раскаяться? Так что о раскаянии не может быть никакой речи. Да и кто может, допустим, раскаяться в нашей категории убийцы, садюги? Он убил три, четыре, два человека, убил детей, убил женщин, и он будет раскаяться. А здесь какое раскаянии? Так что здесь раскаиваться никто не раскаивается и не исправляется. Человек может потом, после освобождения, не делать этого, просто жить нормально. Но это не раскаяние. Раскаяние, я понимаю, так, если ты раскаялся, возьми застрелисели, повесь, возьми въявку, сдержись. Вот это будет раскаяние. В грехах. Это будет раскаяние. Раскаиваться все будем перед Богом на том свете. Раскаиваться все будем перед Богом на свете. Раскаиваться все будем перед Богом на свете. Раскаиваться все будем перед Богом на свете. Продолжение следует...